пастор андрей в чем проявляется демоническое влияние сегодня в современное время как вы считаете поделитесь своим мнением ну я тогда начну современном времени как мы чтобы говорить о современном времени мы должны понимать чем современное время отличается другого времени когда жили древние которые понятия не имели о том что они древние вообще они тоже считали себя современными современниками своего времени вот сейчас что-то изменилось что-то произошло а произошло буквально следующее мы живем совершенно в другом мире не в том мире в котором жили они и поэтому вызовы действительно изменились и угрозы изменились и опасности определенные есть чем отличается наш мир или скажем так наша современная культура вот в своей сути от от предыдущих скажем как культура вот сейчас мы часто можем услышать о язычестве она его язычестве о разных таких вещах но часто вот вот эту угрозу язычества и и преувеличивают хотя бы потому что язычество это немного боже как многие думают на самом деле сейчас это уже не грамотно говорить о язычестве как а это к многобоже язычество прежде всего это отношение к миру как живому миру как живому существу и язычники бы очень бы удивились когда мы современных некоторых наших граждан называем язычниками потому что с их точки зрения это совсем другая культура не такая какая была у них и в прежние в прежние века люди наши предки они относились к миру как живому существу и мыслили себя частью этого живого существа затем что произошло миру умер их мир был живым миром очень шумным очень громким миром где разговаривали духе всевозможные да то есть люди везде и во всем видели духов они видели жизнь в ветрах ли в стихийных каких-то явлениях они постоянно это видели но сейчас когда доминирует концепция что что там духе даже души нету душа буквально переводится как жизнь слова душа это жизнь нет души нет жизни да и тогда все что чувствует человек любовь вера посвящение любые состояния это воспринимается как набор химических реакций то есть практически получается так что мир в котором мы сейчас живем это мертвый мир с точки зрения людей прошлого я думаю будущего которые будут смотреть в наш мир то есть мы переместились в мертвый мир и все болезни неважно в поп-культуре там в церковной среде все болезни они именно связаны со смертью именно вот со смертью мира я думаю что в тот момент когда нитши сказал многие слышали что бог умер на самом деле умер не бог умер умер мир в этот момент но может быть чуть позже я коснусь этого момента но основное различие то с чего хотел начать основное различие современной культуры соответственно а культура это все что производится руками человека и всякая культура христианская не христианская опирается на какие-то ценности то есть есть ценности христианской культуры есть ценности светской светского мира что что-то является ценным там вот но основная то есть основная проблема современной культуры это мертвость которая встречается везде и во всем такая некая не настоящность что ли лукавства это во всем это мы можем увидеть а в поп-культуре виде шоу люди людей без голосов где образы заменяют реальную жизнь какие-то искусственные образы такие пластиковые резиновые они заменяют что-то живое живое натурально и вот это все вот именно не настоящность жизни которые люди ощущают глубоко вот именно это и является основной проблемой и более современной культуры что она пытается в себе преодолеть то есть отсутствие жизни и излишнюю искусственность соответственно такой некой могильный холод и искусственность жизни которые пришли люди то есть изменилось мировоззрение изменилась изменились представления людей и тем самым изменился тот мир в котором как это произошло в какой момент то есть вы сказали о том что раньше мир был более духовным с точки зрения древних людей правильно я вас понимаю он был более живым более живым и в какой-то момент он умер как это произошло как вы это понимаете я думаю что это произошло по определенным причинам Потому что мир, который был живым, в нем все-таки присутствовала некая ярость. Здесь я ссылаюсь на одного из христианских мистиков, якобы Баме. Бердяев называл его самым великим мистиком всех времен и народов. И вот он говорит, что в этом мире, в котором мы живем, есть добро, оно присутствует, мы это видим. Да и Христос говорил, что даже мы, будучи злым, можем делать какие-то добрые дела. Но в то же самое время присутствует некая ярость, то, что он называл яростью. Поэтому, несмотря на то, что древний мир был живым миром, но все-таки это был магический и яростный мир, где было колоссальное количество вызовов и угроз. Если мы посмотрим на костюм человека тысячелетней давности, если бы мы видели наших предков, на что они одеты в 12-м, например, веке, мы бы увидели, что от макушки головы до ног он весь в защитных амулетах. Рисунки на его одежде — это не просто украшения, это определенные символы и знаки, которые должны защитить его от духов. Браслеты, кольца, все, что на нем, бубенчики, которыми звенела каждая женщина, как колокольная передвигаясь, да, все это, чтобы отпугивать духов. То есть люди видели угрозу, которая шла именно с того мира, то есть с потустороннего мира, с мира духов, с ними нужно было договариваться, нужно было как-то закармливать их, ублажать и так далее. И естественно, что христиане, да, естественно, но так произошло, что христиане, они боролись именно с этим магическим мышлением, принося свет и так далее, и так далее, все эти вещи. И когда эта борьба, в принципе, казалось бы, увенчалась успехом, там были и охоты на ведьм, и все там, и многое было. И это все было противостояние именно такой вот какой-то низ, ну как и самой высокой магии, которая была, когда был закрыт культ в Дельфе, в Дельфийский храм, в Дельфийский оракул, государственная магия практически, бытовая вот эта домашняя магия, все остальное. То есть постоянно церковь вела, ну, находилась в противостоянии, и до сих пор отчасти находится, да, вот, потому что ясно, что колдуны, экстрасенсы, это воспринимается именно церковью как персонажи демонические, которые общаются с демонами и духами, или с духами нижнего мира. И мир нужно было расколдовать, то есть предназначение церкви заключалось в том, чтобы околдованный мир расколдовать. Для этого нужно было изменить мышление людей. А как это произошло вот практически? То есть из древности в настоящий, как мир омертвел? Как это произошло? Мир омертвел, потому что христианская культура, она породила некое такое побочное явление, которое, ну, сейчас мы это называем атеизмом, да, это когда люди попытались без Бога, вот, именно без Бога построить царство Божье, царство Божье на земле. И наука, которая родилась, в принципе, в церкви, она рождалась в монастырях, в церкви наука. Как часто бывает, когда ребенок начинает подрастать, ему кажется, что родители ничего не соображают, там, родители, они устарели, да, их надо отправить уже, там, на пенсию, вот, или куда-то. И вот именно молодая наука, она именно и высказала свой протест, в общем-то, своей маме, потому что наука родилась из религии, из церкви, вот, высказала свой такой юношеский протест, хотя можно сказать, что сейчас происходит наоборот. То есть, если в народных массах все-таки верования, они были очень глубоко укоренены, а ученые мужи, первые атеисты, все-таки это были ученые мужи, то сейчас мы видим обратную тенденцию, когда в науке, кажется, можно встретить больше чудес, чем во многих церквях, когда вдруг ученые начинают обращаться к мистике, какой-то, то есть они начинают видеть... Все перевернулось. Да, все как бы перевернулось, да, сейчас, но для меня ясно, что для того, чтобы Царство Божье пришло, скажем так, в сердца людей, а прежде всего оно приходит в сердца людей, Библия говорит, что Иисус говорил, что Царство Небесное внутри вас. В этом и заключается духовный рост, когда Царство Небесное приходит во внутрь человека, когда он находит его в себе. Так вот, чтобы Царство Божье пришло в сердца людей, вначале мир нужно было расколдовать, нужно было убрать вот эту ярость языческого мира, от нее нужно было освободиться, чтобы приготовить место для того, чтобы пришел Бог, чтобы пришла слава Божья, чтобы пришли ангелы Божьи, чтобы пришел Господь и поселился в сердцах людей. Поэтому я думаю, что все вот эти процессы, которые происходят, исторические процессы, я верю, что наш Бог есть Бог истории в том числе, что они необходимо происходили по воле Божьей, что это все не случайность, что это все под контролем Бога, и то, что происходит, оно должно было произойти. Вот такое мое убеждение. Спасибо большое. Евгений, что ты думаешь по поводу демонического влияния на христиан сегодня? Как сегодня христиане подвержены демоническому влиянию? Ну, вот было сказано два аспекта от себя, что есть социальное влияние и духовное влияние. Мартин Лютер выводил еще третий, это «Наше плоть». Ну, на самом деле, не Мартин Лютер, это вводит Писание. То есть, действительно, три источника. Ну, вот если уйти от слова «демоническое», просто оно, то я, честно говоря, по натуре не очень мистик. И я ничего такого сверхъестественного, вот в таком серьезном виде, я не видел, как люди там левитируют, что там огонь на людей сходит, или на меня не сходило ничего такое. Всякие проявления, даже божественной силы в моей жизни, они всегда оставляли маневр для сомнений и для скепсиса. И мне кажется, в этом тоже есть элемент веры. И вот если говорить о демоническом, как о некой темной и злой стороне этого нашего бытия, то, конечно же, я считаю, что оно не новое. Естественно, оно всегда присутствует. И Христос своих последователей называл «малым стадом», имея в виду, что не так много людей действительно идут за ним. И если говорить о сегодняшнем проявлении, то на самом деле все то, что создала церковь, а вот пастор совершенно верно сказал, что и наука, не только наука, но вообще все, что мы называем словом «культура», туда включаем, и искусство, и литература, то есть вообще это огромный пласт. Даже кино современное, оно тоже выросло из театра, и из церкви тоже. Все это используют не только на благо, но и на зло тоже. То есть это всего лишь инструмент. И вот это нужно четко понимать, что в мире есть зло, и в мире есть добро. А все вот эти, как сказать, а эти инструменты, они уже не так важны. И я считаю, что одинаково и мы тоже должны пользоваться этим инструментом. Потому что иногда демонизируют сами инструменты, говоря о том, что условно там интернет – это там от сатаны, телевидение – это от дьявола, там, не знаю, телефон, еще от кого-нибудь. Но это такие же инструменты, которые могут совершенно хорошо играть и для христиан тоже, и быть инструментом для проповеди. Но вот здесь ты интересно затронул, то есть некоторые демонизируют эти инструменты. Давайте попробуем рассмотреть некое социальное влияние, которое может быть демонизировано. Ну возьмем, к примеру, соцсети. Соцсети. Мы можем использовать это как инструмент влияния или быть подверженными этому влиянию через соцсети. И как христиане мы сегодня, так или иначе, вступаем в конфронтацию с миром, находясь в соцсетях, где огромное количество информации выливается на нас. Различные блоги, которые мы читаем, личности, за которыми мы следим. И как вы в церкви сегодня используете соцсети, современные инструменты, для того, чтобы влиять на этот мир и не быть подверженными влиянию извне? Ну я считаю, что соцсети и все остальное, это всего лишь понятный язык для людей. Условно, ну там, не знаю, Мартин Лютер, он печатал памфлеты, там, не знаю, до этого переводили там писание на всеупотребимую латынь, вульгата так называемая. Сегодня это совершенно другой язык. И если мы будем продолжать, ну, говорить тем же языком, он просто не будет понятен. Поэтому, если мы хотим что-то сказать, то нужно сказать понятным языком. Поэтому, конечно же, нужно обязательно использовать. Мы используем, мы вообще не брезгуем. Я считаю, что если там через дорогу от нас есть столовая, у которой есть Инстаграм, то почему у церкви не может быть Инстаграма? Наоборот, это очень хорошее средство донесения наших идей. Потому что ведь человек, допустим, он захочет услышать и другую сторону, он захочет что-то узнать, где он будет искать. Он полезет в интернет, он будет искать что-то о христианстве, будет искать, вряд ли он пойдет в библиотеку. Поэтому в интернете обязательно должно быть что-то про христианство. Ну, как минимум, вот наша передача выложена. Ну, и так далее. Поэтому, сами эти инструменты, ничего плохого нет. Но ведь не все так считают. То есть некоторые считают, что их соцсети это их личное право. К примеру, я могу быть верующим человеком, но в соцсетях я не обязан, он не должен выражать свою веру. Как считаешь ты, нужно ли выражать ее в соцсетях? Или это все-таки личное право каждого человека? Я считаю, что никто ничего, конечно, не обязан. Если твои, ну, как бы, знаете, сегодня модно говорить, что Бог внутри меня. Вот такое выражение, но оно на самом деле, ну, это правда. Это, ну, в Писании, вот как бы, было сказано, это совершеннейшая правда. Но иногда оно используется совершенно, ну, наоборот. Типа, Бог внутри меня, поэтому вообще отстаньте от меня. У меня Бог, он очень маленький, он там где-то глубоко внутри меня, он очень короткой цепи там сидит и не вякает, в общем-то. Поэтому тот вопрос твоей веры. Ну, насколько ты эту веру делаешь явной? Насколько ты ее являешь этому миру? Что ты для этого используешь? Конечно, я не считаю, что люди должны быть как зомби, или там, как, ну, как солдатики. Так, все, ты крестился, ты веришь, и все, давай, пиши по четыре поста в день, как минимум. Естественно, ну, каждый живет ту жизнь, ну, по своей вере. И дальше, и в социальных сетях точно так же действует. Это его пространство. Я считаю, что это его пространство. Он может в нем поступать, как ему надо, что-то требовать от кого-то. Это, ну, это нарушение человеческой свободы. Вот. Но, опять-таки, насколько наша вера делается явной в обычной жизни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова